Что, лягавые? Напали, разорвали! Товарищ, тигр, ты что такой дикий, а? Я тебя грохну. Во второй коробке вообще тьма всего была. Груша была, опять эти же фейковые продукты были, морепродукты, всё-всё-всё. Батон. Рисовая бумага. А ну-ка, пожалуйста, отправьте мою коробочку, и всё, тогда дело сделано. И вот эти листики мои брал все, кто не попадя. Их доставали, в коробку смотрели, в коробку смотрели. Ну-ну-ну, давай, всё, бросай эту штуку! Бросай её! Бросай! Юля смотрел, Лёха смотрел, Томаш смотрел. Давай, отправляй, родной. Давай, Томаш, *** ты, пожалуйста, друг. Все её откладывали, трогали, шмогали. Вот тут всё пересмотрели? Да нет, свежие, не скажу. Рисовую бумагу, перешерстите всё. Давай, ***, отправляй рис! Ну его, ***, так неудобно. Не смотри эту серию. О, Городья, ну так переживал, так переживал, так кричал, так кричал. Что убираем? Отдай, отдай, рис, отдай! Без чего блюдо не будет гармонично состоять? Я считаю, вот так вот надо. Как ты посчитаешь? Убираем его. Уле-улей-улей-улей! Всё, в зули лягал их, только чтоб наши поняли. Убрали мы батон, потому что мы понимали, что если это цезарь, то ребятам, если приготовить тоже цезарь, но без батона, без крутонов, то это уже будет неполный цезарь. И в этом мы можем выехать. Но всегда у нас закрадывались сомнения. Да нет, не цезарь, да нет, буйабес, да нет, паэлья. Начали готовить все. Одновременно. Там бульон, там крутоны, там разделаются морики, варятся, зачищаются. Знаешь, там девчата режут тянчоусы. А, я еще, знаешь, перед всем поставил батат вариться, думаю. Знаешь, это же моя фишка наварить ведра пюре. Миха, принимай! Давай, давай. Вжал? Да, да, спасибо. Опять половина? В смысле? Я поняла, значит, это все не фейки. В смысле все не фейки? Мы теперь сможем собрать половинки. Мы теперь все сможем собрать пополам. Нет, в смысле, вообще... Я не хочу приказать, а что ты решила, что мы будем собирать половинки? Яки не фейки, что она улыбается? Давайте подумаем, о чем думает Наташа, когда она разделила все продукты пополам. Мы теперь не можем вырезать филе. Мы вообще теперь не можем сделать с этим. Тупые! Тупые! Вы тупые! Вы тупые! Миха, возьми! Да, фас! Фас эту картонку! Блин, ребята, вот сейчас вообще... И она... И рисовая бумажа порвана. Тихо! Его мужик... Курица... Курица... Тихо! Тихо! Курица... 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 Какой чудесный день! Какой чудесный пень! Вечина... Вечина... Сыр, короче... Смотри, разбивается как киевскую котлету. Понял? Типа, только внутрь заворачивается ветчина и сыр. И это делается все в панировке. Понял? Окей... Курицы нет. Мы уже нарезали все. У нас есть ветчина, мы ее хорошо, аккуратно срезали. Все есть. Сыр мы взяли, блюдо этот первый, который пришел уже, типа. Я думаю, ну ладно, сейчас им пришлем, друге время еще есть. Мы еще доделайтесь с тем другим сыром, каким надо. Что там еще надо? Сыр, 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 сыр. Дайте мне еще раз эту рисовую бумажку. Тупо им сейчас отрежу сыра и все. Положила? Да. Все, зашибись. Положила я туди им еще отбойный молоточек, чтобы они поняли, что они на правильном пути. Грибы. Грибы им нужно снова кинуть. Грибы, те мидии, что мы им кидали уже. Стой, стой. То, что мы им кидали. Так куда давай все целую? Те, что мы кидали. Пів парти не ложи. Нет, целую не ложи. Да какая разница? Хай будут. Вони хай запутаться, чтобы у них было те, что они сейчас побачат новое. Я тебе заберу тебе до рыбы. Ложи. Нет, стой, стой. Наши знают блюда, как они могут запутаться. Давай положим, давай положим. Давай положим. Смотри, давай им кислую клубнику положим. Я сейчас им нагружу гуманитарки. Подожди, давайте думать не так. Давайте думать, чтобы они не приготовили. Треба их запутать. Треба их тих тоже запутать. Смотри, что ты клубники и груши приготовишь? Клубнику сюда ставить, груша хай лежит. Чего? То, что не надо эту клубнику сюда ставить, а груша хай лежит. Вони знают название блюда наше. Только что ж прочитали. Я поняла. Так Женька сейчас тоже я его могу угадать. Если бы они угадали, то мы прыгаем. Когда будет целый чемодан хмыря, что он там угадает? Я напишу, готовьте. Кого? То, что вы угадали. Не надо больше ничего писать. Они уже все поняли. Я напишу на бумажке, чтобы готовили то, что угадали. Не пиши. Я напишу, готовьте то, что вы угадали. А, ну да. Можно? Спасибо. Кидать? Извините. Послушать же надо Наташи сначала, а не орать. Я старался их завести в Аману. Макс у нас занимался тем, чтобы подать какие-то подсказки. А Натаха у нас умная. Просто умная. Стой, стой, стой. Сейчас я положу. Что мы им ложили? Что мы ложили? Давай быстрее. Ну ты пока думаешь. На х**та рыба. Стой, в них были половинки. Вони думали, что целое – это правильно. Стой, стой, стой. Сейчас мы положим им цибули и кокос. Цибули, цибули, цибули побольше. Я уже психанул. Уже ложи, накидай. Уже буду молчать. Ты капитан, тебе видней, да? И, короче, мы эту коробочку забиваем. Ее заношу туда. Этот раз я уже по машинам подкрался. Мне никто не видел. Такой на цибочках, да? Синяя, вы там живы? Ах ты шакал. Опять мукал. Опять. Теле. Опять филе. Это что за гадость? Смотри, бульон. Могут быть на соус пармезана. Слышишь меня? Шелток. Используется? Используйся. Я тоже думаю. Смотри, а так можно? Смотри, а так креветка одна. Потому что подножь сочет. Видим пармезан даже. Пармезан по-любому идет в Цезарь. И ребята это знали. Оставляем вот это, да? Все согласны. Нам оставляем? Да, мы это им не посылаем. Да? Да. Я согласен, Карина. Валя. Да. Все. Они забирают сыр. Яйца в них остались по-любому и сыр... Загружаем. Сейчас мы им отправим снова сыр. Я думаю, блин, ну ребята, как вы так четко угадываете? Мы вам столько шлака отправляем, а вы вот... Ну ладно, забирайте сыр, у нас еще есть одна попытка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Тихо! Давай! Есть? Да, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В третьей коробке уже лежит куриное филе, а мы уже все вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще сейчас отбивать курицу, они услышат, что ты, ну, делаешь отбивнуха, говорю, ну, они раздуплят-дуплят. Я говорю, устраиваем сейчас локальный инструментальный ансамбль, понял? А-ля геноцвали, понял? Включайте. Поехали, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вас обожаю! А-ля геноцвали, смотри! И все, и понеслась. Я начинаю танцевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держу эту доску, Миха бьет, девочки танцуют, бьют в кастрюле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь просто був якийся нюрок-концерт на барабанах, на сотейниках, на кухонной машине, на сковородках ложками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас обожаю! Вот тигры, смотри! О, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, 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 давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бум, тхкаким, бум, пигавы вызывай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я говорю, ребята, на самом деле это все суета. Нас реально сейчас хлопучат. Я на совещание зову Женю, Юлю, Вову. Смотри, сейчас идет последняя посылка. Если там нет ромена, это не Цезарь. Если нет ромена, у нас смотрим, что привозят. Если привозят красное вино, то нет. Не Суас, это Тунинг. Ну да, это с Тунцом. Ребята, это может быть паэлья, буябес, або цезарь. Если это паэлья, вино и рис. Если это ризотто, сливки и рис. Если нет, то значит, у нее пришли томаты. Значит, это стоп, удолы, буябес. Ребята, на ризотто не обязательно сливки идут. Затягивается в конце пармезан. Главное рис. Какао положили, масло. Батон тут есть? Где батон? А где батон? А где батон? Кидай батон. Точно. Они уже забирали хлеб, да? Да, хлеб забирали, сыр забирали, курицу забирали. Креветок, целую тарелку, прям всякого добра наложили. Это последнее, да? Вылазь давай сюда с коробкой. Что, дачка, на. На, забирай. До свидания. Удачи. Та вали. А все-таки приятно, мы легавых сделали. Четвертая коробка, вскрываем ее. А я смотрю, ни одного продукта, который соответствует ни Паэлле, ни Буябесу, ни Цезарю. Слышишь, рамена нету. Нет, я понимаю, все, да. Рамена там нема, ни айсберга, ни рамена, ни якого салата там нема. И это уже не может быть в априори каким-то салатом, понимаешь? Все то, что мы делали, все эти соусы, нікому не надо. Господи, Боже, блин, что же вы? Два куска. У меня сразу в голове крутится, так, мы передали туда ветчину. Мы забрали оттуда курицу. Думаю, ну что может быть, ну. Леха, Лех, чувствуешь? Как ли Гордон Блю делается? Курица, ветчина, сыр. Я не знаю. Девочки. Девочки. Девочки, как делается ли Гордон Блю? Помнишь, курица, хлоп, складывается, туда ветчина, сыр идет. Какой сыр? Я знаю туда, ну я знаю вариацию у него, когда берут, обычный российский сыр туда пихают. Ну и что, пармезан дальше? Допустим, пармезан. Вова, я хочу еще раз. Что дальше? Ветчина, я же. Вон утре идет, да? То по-любому, это должно быть что-то отбиваться, знаешь. И молоток там был. Думаю, чего они кричали, голосовали? Для того, чтобы они отбивали мясо и параллельно там остальными звуками перебивали. Чтобы мы не поняли, что они готовили. Ты понимаешь? Ой, хитрый жопейки, а? Хитровые махани. Хлеб был, панировочные сухари. Он потом панировочных сухарях? Ну да. Это известный был. Да. Это сложный был. Да. Делаем его. Да. Фу, понеслась. Забираем целую курицу. Забиваем коробочку, отправляем. Миха! Да? Нужна коробка, бро? Давай, забирай. Все, нам прилетает четвертая посылка. Нас интересует только батон. Отвечай, я даже не помню, что было в четвертой посылке. Я просто помню, что нам нужен был батон. Все, есть. Быстро, быстро, ломайте. Быстро. На сковородку, сковородка. Есть, горячий? Духовка, 250. Духовка, 250. Доставайте противник, противник, противник. И, короче, мы ставим эти сухарики, быстро сушится. Все, там уже разобрали тот дороблю на кусочки, чтобы выкладывать. О! Ну, посмотри, какая красота! Боже! У кого? Это в наших? Да это в наших. Сейчас они хоть убирают этот сыр, мы же другим прислали. Что они курили? Второй раз мы отправляли сыр пармезан, но ребята на него не обратили внимания. Они поняли, что им нужно готовить сейчас курочку, корденблю, и подумали, наверное, что дороблю, корденблю, нужно будет добавить сыр блю. Окей, мы тоже так подумали, что ничего страшного, мы же экспериментируем. Мы сделали все, что могли. Все, что зависело от братюнь, мы сделали. Мы отправили все продукты. Мы полностью назвали блюдо для них. Мы видим, что процесс идет, и мы начинаем накрывать стол. Это что? Это у нас, короче... Сау, ешь. А хлеб мой весь поддавал? Нет, есть батончик. А ну, сделай ты мне бутербродик с укропчиком. С перчиком сделай. Порядочно, поляна накрыта, знаешь, короче, только не хватало одной, я только не понимаю, что нам вино. Дайте нам вино в следующий раз в ту комнату. Может, там сироп какой-то надо сделать. А ну, борите, по чарце. А это что? Да нет, это какие-то спойва, я что попал, а не пью. Берем. Да нет, там вазоны эти стоят. Дормально, но мы чуть-чуть. Нет, я вазоны пить не буду. Чисто символически. Муа-муа-муа. Начинаем. Выпивать немного из-за рюмочек, где стояла зелень. Выпивать водички. Мы уже решили расслабиться, знаешь. Короче, там, сам бач. Ну, короче, тупо висели, да. А я могу показать, знаешь, кого? Человека-супермена. Хочешь, покажи? Много. А покажи тигра. Это к Сереженьке. Показать Бэтмену. А ну. Я до сих пор думал, что это пилот. Что он там балакал? Речина у нас есть. Сэр трется. А ну, тихо, не радейте, они тоже роблять этот порт-дон-блю. Не радейте даже. Он Томаш резет он по ветчину. Не радейте. А он нарезает бутерброды. Нет, нет, он не бутерброды делает. Зачем столько ветчины в одну порцию курицу? Чтобы аккуратненько нарезать. Он тренируется, я его знаю. Коворода где? Вова, дай сковороду. Все. Масло даю. Давай. Я здесь, бросай. Но у нас не хватает времени разогнать фритюр. Как ни крути. Поэтому мы жарили в большом количестве масла. Вот. Духовка на всю включена на 250. Духовку, бац, закрыли. Думаем над презентацией. Вот аж пхали все бездумно. Я сказала, давайте думать, что пхали. Куда мы пхали? Мы на р... Угадали, а не угадали. Теперь просто по вкусу. Окей, они тоже угадали. И что? Суть конкурса – вкуснее приготовить. Ну, вот и все. Че? Знаешь, что у тебя команда работает? Профессионалы. Смотри. Ложи. Аккуратно. Давай. И... Да, и верти ее. И верти, верти. Да, и масло... Печка. Сколько градусов? Печка. 200 градусов. 200. Есть. Большой градус масла, короче, ее обжарили и в духовку. Ну, прикинь, у нас остается 5 минут в 250, на, в самый верх, короче. У нас осталось 4 минуты. Надо же робить... Робить же эту презентацию. Фух, доставать котлету. Я ее пробую, она живая. Я думаю, ну, блин. Давайте, говорю, разрезать. Вдоль напополам. А она... Нереально. Ну, у нас было вкусное пюре из батата. И мы решили, что, в принципе, можно дать такой элемент, как под гарнировку. Все, соус, чик. Презентация бомба. А ну, бродяги, шухер, минута осталась. И я, типа, делаю презентацию. Я, короче, делаю такую, типа, как модную, такую кляксу из пюре. Я там те грибочки вставляю, короче. Цедры, цедры все там посыпаю. Тут там досыпаю, вытираю. Десять. Девять. Наша котлета в духовке. Восемь. Котлета в духовке. Семь. Доставай. Короче, вони резать не будут, вони целяком кинуть. Целяком кинуть? Да, ну, бачите, ям, секунда, вони ще держать в духовке, вони не будете резать. Шість. У нас, мы еще спорили, мы обсуждали тему того, разрезать, не разрезать. Но, блин, даже бы времени не хватило. Главное, чтобы она была готова. Давай, давай, давай. Пять. Я доставала ее на пятой секунде до конца. Просто это была секунда. Она горячая, я себе опекаю пальцы. Но, блин, нет времени, кладу на три, два, один. Я вытираю ту панировку, которая с нее сыплется на презентацию. И стоп! Час вышел. Понимаю, что это будет биг котлетас, приуныл немного. Но думаю, окей, презентация – это не главное, главное – это вкус. Ну что, команды, впорались? Да. А вы можете сказать, что хоть было? Задоволены своим результатом? Да, а что было? Побачим, что скажут братюни. А ваши братюни, я б их устроил. Сейчас они выйдут. Я сказал, а Соломика, дай ты им охрану. Мы выходим к своим командам. Молча проходим мимо команды красных. И нашей команде уже показываем, что хорошо, все нормально. Только немножко не дай презентацию, но никому не говорите. Кому не говорите? До конца пускай будет интрига, что это за блюдо. Вы классные, если честно. Да, молодцы. А они угадали? Они тоже угадали. Да, но они тоже здесь сроки. И, блин, не знаю, как-то обидно было, типа, потому что, ну как они догадались? Вот, идем на вердикты. АПЛОДИСМЕНТЫ В червоні, представьте свою страву, будь ласка. Шеф, это куриная грудка Гордон Блю с пюре из батата и соусом из голубого сыра Дарблю. Ага. Ну, и что ж, на вигляд непогано, але чи відгадали вы страву? И понеслась интрига. У нас опять такой ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово, здорово, здорово. Угадали, гады, все-таки, сердце и Женя, х**, какие редкость. Не взял и угадал, это Кордон Блю, как он про него мечтает, взял и угадал. Женя, привет. Красавчик. Ааа, я думаю, класс. Это уже реально огромный плюс, думаю, вау. Если мы его приготовили, это вообще круто. Но если мы его приготовили еще и вкусно, все, обеда за нами. Ааа, я думаю, что в оригинальной страве была лишь курка. Ааа, ваша пюре с батату гармонийно дополнила страву. Воно одноридне, та залишает приемный післясмак. Мясо добре приправлено, пармезан ростану, и вообще все подобается. Кроме того, панирование. Помитно, что вы обсмаживали курку на сковородке, а не в фритюре. Тому сухарь неодноридно подсмаживались. И сегодня шеф отрезал вкусманище этой грудки куриной. Киданул, съел пюрешечку, соусочек. Димончик также ее отхринячил. Настоящий жулик, как ножом орудует. Еще до презентации пытания не мая. Реально они покушали. Это реально такой вот бальзам. Это лучше всей похвалы, когда реально люди такого уровня, наши судьи, шефы, мастера своего дела, кушают и улыбаются. Им это нравится. Изразумимо, дякую. Спасибо. Благодарим вас. И, короче, они отстрелялись. Вот, и получается, мы выходим на вердикт. Курица кордон-блю. Ага. Синьи, бачу, что вы також вгадали страву. И також додали до ней пюре с батату. Но ваша презентация выглядит неакуратно. Было бы намного лучше, если вы сделали так. А який сыр вы использовали? Блю. На жаль, это ошибка. В классическом выполнении должен быть твердый сыр. Хоча курка с сыром дор-блю також смакует достаточно цикаво. Дякую. Консистенция пюре меня дуже подобает. Вона такая однорідная. Я вижу, что вы приделили максимум уваги. Пюре прямо, муа, муа, персик, отличное пюре. Пробуют нашу котлетку. Она действительно сочная, потому что мы ее не разрезали. Все соки в ней сохранились. Сьогодні перед нами складный выбор. Бо обидві команды правильно выгадали страви и приготовили их на высоком уровне. Но все же таки есть одна команда, которая максимально близко близилась до оригинальной страви. И это... Наглядачи! Мы вас нахлобучили, команда синих. И здорово, реально классно. И... Подивіться, что у меня есть. О, да-да-да! Давай прыгать, реально. Вот это теперь вкус победы, знаешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Юлия, Володимиры, Карина, Юля. Смотрю на Лёшу. Я его в этот момент так люблю, как никогда. Запрыгнула на него с ногами. Обнимаю. Обнимаю, естественно, Жеку. Держи, Томаша, обнимаю. На балкон! Благодарим вас! Да! Красные просто улетают, как пирожки с вокзала горячие. Наверх, а мы остаемся внизу, потому что сейчас нужно будет решить, кто хуже всего работал в команде. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Капитаном, Наталі. Кто сегодня вдягне чорный фартух? Я уже приняла сразу, когда я стала капитаном. Я не хочу объяснять, не хочу ничего знать, кто туда убрал зелени сир, кто это решил. Мне это абсолютно не интересно. Когда я взяла мяч, ось поле, ось мяч, бери мяч и пошел. Такое ваше решение. Вдягайте. Это что решение? Спасибо. Наташа, ну, она молодец. Это стильный поступок. Это стильный, это красивый поступок. Я знаю, что Наташа выберется из черного фартука. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин